привет глеб приветствую мы продолжаем цикл лица гражданской войны в рамках нашего проекта история гражданской войны и сегодня у нас на очереди ярослав гашек это да это очень неожиданно с учетом того что ярослав гашек же написал замечательную книгу самая известная его книга это похождение бравого солдата швейка так точно но тут даже необычно наверное то что мы говорим про гражданскую войну в россии а тут чешский писатель и тем не менее это очень в тему мы поднимаем ярослава гашека на щит потому что революция в россии и гражданская война в россии мы много раз так говорили она по своему проектному содержанию причем как с красной стороны так и с белой далеко выходит за рамки гражданской войны именно в россии это действительно серия проектов международного масштаба и как раз ярослав гашек как человек действительно чех который оказался волею судеб в россии и который вначале не понимал значения российской революции как он стал большевиком причем не просто большевиком а солдатом революции поэтому может быть даже мы наше видео могли бы назвать похождение бравого солдата гашек или даже похождение бравого солдата революции гашек и полностью поменял даже свой характер вот у нас часто говорят что человеческая природа неизменно что человеческий характер не изменен на самом деле он может поменяться и под влиянием конкретных исторических событий и под влиянием великих исторических событий. Ярослав Гашек тому пример. И плюс к этому, не будем забывать, что Ярослав Гашек это величайший чешский писатель. Ну, вообще, Чехия, она, вот когда мы говорим Чехия, какие писатели приходят в голову? Первым делом приходят в голову Гашек. Ну, такие более библиофилы продвинутые могут еще вспомнить Карла Чапика и еще Франца Кавку. Но Франц Кавка, во-первых, был еврей, который в основном писал и говорил на немецком языке, и назвать его чешским писателем только потому, что он какое-то время жил в Чехии, ну, я думаю, это не совсем правильно, потому что иначе, например, знаменитый писатель Захер Мазох, от которого пошел термин «мазохизм», это великий украинский писатель, ибо он прожил определенную часть жизни во Львове, между прочим. Но, как бы то ни было, все-таки, конечно, Гашек вспоминают первым делом. И надо сказать, что, несмотря на то, что Чехия сейчас это крайне антикоммунистическая страна, страна, которая на официальном уровне ненавидит свое советское прошлое, ведь Чехия тоже была советской страной, как ни странно, самые известные, как бы, исторические и культурные паттерны, которые Чехия до сих пор эксплуатирует, когда ты приезжаешь в Чехию, тебе пытаются продать символику, где тот же самый Ярослав Гашек представлен, или «Бравый воек» Швейк, или, кстати, знаменитый Крыток, помнишь, Крот? Так, точно. Знаменитый советский мультфильм. Между прочим, действительно, советский мультфильм и советский мультикомпликационный и книжный персонаж, то, что он родился в советской Чехии, Чехословакии на тот момент. И, несмотря на то, что ненависть ко всему советскому так велика, вот как ни крути во всем мире, когда говорят про Чехию, про чешскую литературу, первым делом всегда будут вспоминать не оппонентов Гашека, а Ярослава Гашека. Но раз уж мы с тобой упомянули в первую очередь эту книгу и, соответственно, будем говорить о бравом солдате революции, давай проскочимся по его биографии. Да, биография на самом деле потрясающая. Я, кстати, когда готовился к передаче, проштузировал где-то 10 книг. Знаете, могу сказать, у меня, хоть я с детства обожал книгу «Приключения бравого солдата Швейка», и надо тебе сказать, ты знаешь, что удивительно, настолько эта книга классная. Я знаю трех совершенно разных людей. Один человек такой, знаешь, упертый коммунист, другой упертый антикоммунист-либерал, третий русский, националист, и, как ни странно, у всех у них настольная книга с детства – это «Приключения бравого солдата Швейка». Это уже о многом говорит. Это говорит о том, что Ярослав Гашек был таким писателем, который не то что нравится, который вызывает лютый восторг у людей совершенно разных политических, культурных и прочих взглядов. И сама жизнь Ярослава Гашека, как оказалось, она гораздо круче того самого произведения, про которое мы с тобой говорим. И, кстати говоря, я выяснил, что практически все, что описано в книге – это даже не выдумка Ярослава Гашека, и это не то, что он где-то услышал, вычитал. Представляешь, все, что он пишет в «Правом солдате Швейке», практически все с ним происходило в реальности. Ну, то есть, это фактически автобиография? Ну, понятно, она, конечно, литературно обработанная. Ну, как всегда мы знаем, это что-то там додумано, может быть, что-то более ярко очерчено, но в целом все происходило реально с ним, и мы сейчас про это поговорим. Ярослав Гашек родился 30 апреля 1883 года в Праге в семье учителя, и мы знаем, что тогда Чехия была под властью Австро-Венгерской империи, знаменитой монархии Габсбургов, и уже 50 лет до рождения Ярослава Гашека был момент во время революции 1848 года, когда она уже была на грани распада, потому что различные национальные ее части – и Венгрия, и Чехия, и другие – старались добиться независимости. То есть, монархия вот эта вот черно-желтая себя исчерпала, и в Чехословакии, в Чехии были сильны национально-освободительные мотивы. Недаром один из учителей Ярослава Гашека, который был видным чешским историком, Алоис Ирасик, который был вынужден, так как его преследовали власти, подрабатывать школьным учителем, он заложил у Ярослава Гашека любовь к своей родной Чехии, к чешскому языку, чешской самобытной культуре, и в конечном счете повлияло на то, что с юных лет Ярослав Гашек боролся за независимость своей родины, независимость, в первую очередь, от Австро-Венгрии, потому что австро-венгерская монархия, хотя она и давала значительную автономию своим, как бы мы сказали, национальным окраинам, тем не менее, все равно угнетала и чехов, и словаков, и тот, кто читал произведение «Браво солдат Швейк», прекрасно это видит, как, например, заставляли учить немецкий язык. Кстати, между прочим, там, помнишь, есть отдельная фраза на немецком языке, в которой говорят чешские офицеры, чешские солдаты, надо сказать, что это безграмотный немецкий язык, и это не просто так, потому что вынуждены были учить немецкий язык, но плохо его понимали, и все это было действительно формальность для тех же чешских солдат и офицеров. И уже с юных лет Ярослав Гашек участвует в различных, как бы мы сейчас сказали, клубах, кружках чехов, которые стремились к независимости. И была с ним очень забавная история, которая с ним произошла в 1897 году, когда он пришел на одну из многочисленных демонстраций чехов за независимость, и его полиция задержала с булыжниками в руках. Ну, судя по всему, этими булыжниками он намеревался побить окна полицейского управления. Булыжник – это оружие пролетариата. В данном случае шкалера пролетариата. Да, совершенно верно. И он написал трогательное письмо, может быть, с этого и начинается литературная история Ярослава Гашека. Он сказал, дорогие мамы и папы, не ждите меня к обеду, я, скорее всего, не приду, потому что меня на рассвете расстреляют. Завещаю свою коллекцию кристаллов, как он сказал, что это булыжник, кристаллов, потому что многие собирали окаменелости, моему другу, и на рассвете меня с почестями государственными скоро расстреляют. Ну, естественно, его отпустили, но тем не менее он уже тогда проявил себя как фальсификатор определенный. Ты вот сейчас всю эту фразу произнес, а у меня такое ощущение, что я как будто бы перечитываю книгу. Вот чувствуется язык автора, чувствуется его сарказм, его вот эта вот просто непередаваемая возможность раскрыть, показать обстоятельства таким образом, что тебе хочется одновременно и смеяться, потому что это действительно звучит очень смешно, и плакать, потому что ситуация на самом деле страшная. И, кстати, хорошо издевается над канцеляритом официальной тогда австро-венгерской газеты, прессы и так далее. Это тоже надо уметь. И надо сказать, что, может быть, после этого случая Ярослав Гашик решил, что стоит заняться писательством. Хотя надо сказать, что он вначале пошел, как мы говорим, в народ, как бродяга, прошел практически всю Чехию, часть Венгрии, Австрии. Он общался с людьми, он нигде подолгу не задерживался, и он набрался большого количества впечатлений, которые отразил в первом своем сборнике стихов, он называется «Майские выкрики». В соавторстве с Владиславом Гаиком этот сборник был издан, и уже впервые в совсем юном Гашике заговорили как о талантливом чешском поэте. Причем именно чешском поэте. Потому что если бы он хотел сделать карьеру, он мог бы писать на немецком языке, который, кстати, он знал в совершенстве, но он именно решил стать продолжателем чешской литературной традиции, потому что он все-таки был сторонником независимости Чехии не только как политической страны, но и как особой независимой культуры. И впоследствии он решил, что вообще-то выгоднее не идти работать на завод, не идти работать учителем, а выгодно работать, как бы мы сейчас сказали, публицистом, газетчиком и блогером даже. То есть, он был определенным блогером, потому что он одновременно работал в большом количестве разных газет, журналов. Между прочим, у него было порядка ста псевдонимов. Он любил делать как, ну, то есть, например, проходит мимо его знакомого, он здоровается с ним, сидя в пивной, и составая очередной какой-то памфлет против какой-нибудь власти, он подписывает с именем своего знакомого. У того потом возникают проблемы. Надо сказать, что вот эти 100 псевдонимов Гашика, ну, из них, наверное, большая часть до сих пор не разоблачена. То есть, до сих пор выходят в Чехии исследования, которые говорят, что вот, видите, вот этот вот писатель жил действительно в 1903 году, это явно Ярослав Гашик. Нет, это не Ярослав Гашик, так похоже стили, они до сих пор об этом спорят. Надо сказать, что он уже тогда понял, что если новости нет, ее надо создать. Причем, более того, когда он работал в газете, у которой был уклон в криминальную хронику, ему там доплачивали за происшествия, описание происшествий. Гашик эти происшествия сам и производил. В частности, в «Бравом солдате Швейке» есть эпизод, где как раз газетчик, но это понятно, что был Ярослав Гашик, увидев, что полицейский напился, одолжил у него его мундир, арестовал совершенно случайного человека, а потом написал статью, согласно которой, что себе наши полицейские позволяют, они совершенно левых людей задерживают. А в другой раз он, например, сам разбил фонари и написал статью, куда смотрит полиция. И он действительно втянулся во вкус, и надо сказать, что это, конечно, было хулиганство. Авантюра, я бы даже сказал. Да, причем авантюра. Авантюра, с другой стороны, авантюра, мы говорим про то, что не получается. У Гашика всегда все получалось. А когда у него не получалось, ему проходил штраф, он делал очень просто, он просто менял место жительства, потому что у него одновременно было, наверное, 50 квартир, где он жил. Вообще, конечно, Гашик был как раз не только, он писал про литературных персонажей, которых принято называть в литературоведении трикстеры. Это такие персонажи, которые как бы и не добрые, и не злые. Это такие хулиганы, это очень ушлые персонажи, которые постоянно что-то мутят. У Фауста, Фаусти Гёте, есть такой персонаж Мефистофель, знаменитый, еще помним Сталина. Эта штука посильнее Фауста Гёте, и при нем как раз Бог в этом произведении говорит, что это часть силы той, что без числа, творит добро всему, желая зла. И действительно, несмотря на то, что Гашик был полным хулиганом и творил такие бесчинства, в том числе он постоянно делал всякие проказы над своими собратьями по Перу, всякими различными писателями, поэтами, теми же самыми журналистами, его все любили. Ну, в частности, приведу высказывание Иржемагина. Мы любили Гашика, а он нас нет, потому что мы играли в литераторов, а он был литератором. Гашик, который ко всему относился, как ни странно, наплевательски, который постоянно играл, делал авантюры, все видели, что он действительно талантливый писатель, что он умеет писать. Потом Гашик понял, что долго заниматься таким мифотворчеством не получится. Он уже примирякался всем газетам, и все прекрасно знали, что потом у газет из-за похождения Гашика серьезные проблемы с полицией. И он решил переквалифицироваться в зоолога. Он пошел работать в журнал «Мир животных». И тоже он понимал, что платить будут за описание каких-то новых видов животных. Ну, а где их достать? В Чехии, где и так все понятно? Надо придумать. Например, он придумал муху с 16 крыльями, причем 8 крыльями она обмахивается, а двумя крыльями держит какую-то еду, которую якобы открыли на Зензибаре. Он придумал такие... Причем он выдавал это, не придумал, он выдавал, что действительно недавно в Полинезии открыт новый вид, например, домашних вурдалаков. Или идиотозавр недавно был раскопан. Причем вот ты смеешься, а надо сказать, что в научном мире Европы эти статьи всерьез обсуждались. Что вот идиотозавр, где его нашли, а действительно ли он был? Да нет, автор, наверное, что-то придумал. Да нет, наверное, все-таки такой солидный журнал «Мир животных» с 1909 года, там такой сотрудник. Или он, например, открыл про блоху, которая паразитировала на древних рыбах, и все это всерьез обсуждали. Потом он решил немножечко подзаработать, открыв кинологический институт. Это нашло отражение тоже в «Бравом солдате Швейке». Он выводил новые породы собак, перекрашивая их и продавая как породистых. Это тоже мы видим в «Бравом солдате Швейке». Как раз Швейк этим зарабатывал на жизнь до того, как его загребли в армию. И я не могу не вспомнить замечательный эпизод, когда у него собак купил провокатор, предшейдер, по-моему, его зовут, которого как раз эти псы и растерзали, и у которого в личном деле остались героические надпись «Причина смерти загрызен собственными псами». Гениально. То есть, видишь, все на самом деле у Гашика было в «Бравом солдате Швейке» отражено, чем он сам занимался. Ну, действительно, судя по твоему рассказу, Гашик самый настоящий хулиган. И он этим хулиганством не просто баловался, он им жил. Да, это действительно была его жизнь. Это был человек вечно веселый, вечно с какой-то кружкой пива, с трубкой, которая постоянно эти байки травит, параллельно записывая их. Какой-то пивной. Вообще, он большую часть времени проводил знаменитых чешских пивных. Этаких фантазер. Фантазер, у которого фантазии в реальности воплощаются, это надо уметь. Но, с другой стороны, не надо думать, что он занимался таким исключительно аполитичным хулиганством. Он был очень политизированным человеком. Хотя, надо сказать, что в 1900-е годы он, конечно, был близок к анархистам и, наверное, ну не наверное точно, а к сторонникам чешской независимости. Он постоянно, как бы мы сейчас сказали, троллил власти. Все прекрасно понимали, что он возмутитель в спокойствии вечно. Я не могу не вспомнить замечательный случай, но некоторые говорят, что это апокриф, некоторые говорят, что реально был, когда в Прагу с очередным визитом явился тот самый Франц Фердинанд. Убили нашего Франца Фердинанда в Сараево. В Сараево, думая, что это чешский трактор, а там вечно драки. Приехал он с каким-то очередным визитом в Прагу, и Ярослава Гашика решили удалить, потому что мало ли он чего отчебучит. А куда его удалить? В тюрьму? Не за что уехать, а он не хочет. Ну, естественно, его заперли в сумасшедший дом. Но вот какая незадача. Сумасшедший дом находился на как раз главной улице, и окна этого сумасшедшего дома выходили как раз на эту улицу, по которой проехал Франц Фердинанд. И Ярослав Гашик среди больных в психиатрической лечебнице провел разъяснительную работу, что надо поприветствовать нашего дорогого эрцгерцога со всей сознательностью, со всем патриотизмом. Ну, и простят наши слушатели. В общем, закончилось все тем, что вот эти вот больные люди высунули, извиняюсь, свои голые задницы из окна, и на этих голых задницах было выведено «Слава Францу Фердинанду». Да, ну, некоторые говорят, что это апогриф, некоторые говорят, что это реально было. В архиве австрийской полиции есть другой случай, который связан как раз с началом Первой мировой войны, когда она уже началась в Праге и вообще в Австро-Венгерской империи была шпиономания. Ярослав Гашик приходит в чешскую гостиницу и говорит «Здравствуйте, я хотел бы у вас прописаться. Назовите свое имя. Я Лев Николаевич Тургенев. А вы откуда? Я из Танкт-Петербурга. Цель визита. Инспекция австрийского генерального штаба». Естественно, пришла полиция. Он сказал «А я просто хотел проверить, как вы работаете». Но это он сделал не просто так, пока его поместили в следственные изоляторы, пока проводили следствие, он не попал в очередной призыв и остался в мирной Праге, а не уехал на фронт погибать. То есть, это все… С одной стороны, это и вызов обществу, с другой стороны, и выгода. И, естественно, он попытался, конечно, поиграть в дурака, в идиота. Потому что тот же самый Швейк, он же говорит «Я идиот». «Согласно заключению комиссии моего полка, я идиот». Ну, понятно, что Швейк не идиот, он очень умный, хитрый, и все прекрасно понимают, что он этим пользуется. Хотя, как его уличить? Ну, вот как раз-таки ум Швейка и ум Ягашика позволял все делать так, что его никак не уличить. Очень важный момент еще надо вспомнить. Швейк, так как он был журналистом и сторонником чешской независимости, он активно занимался и политикой. И надо сказать, что уже тогда он поступал как очень честный человек. То есть, он если видел, что есть вроде как товарищ чех, который борется за независимость, но он ведет себя как дурак, он честно говорил, да, он дурак, он вредит делу. С другой стороны, был случай, когда его наняла газета, наняла для того, чтобы он очернил бастующих рабочих. Он написал в газете, что бастующие рабочие правы, естественно, его выгнали из газеты, но он посчитал неправильным идти против рабочих. Хотя тогда он не был никаким несоциалистом, даже, наверное, анархокоммунистом его трудно было назвать, ну, таким политичным противником австрийской монархии. Но, тем не менее, тогда он уже понимал, что такое совесть. И надо сказать, что он вообще издевался над парламентской жизнью Чехии. Я никогда не забуду новеллу про чешского депутата, который попал в парламент и который молчал, он все готовился к речи, и, наконец, он пошел в туалет и сделал когда свое дело, дернул за ручку, сливную вот эту ручку. А оказалось, что он тянул руку, он заснул и тянул руку в парламенте. То есть, он в парламенте сделал свое дело, а все на него смотрят, он думал, что он что-то скажет. И как раз, по-моему, Гашек заканчивает эту новеллу. Действительно, речь имела успех. Да, очень похоже на заседание, по-моему, всех буржуазных парламентов. И, конечно, он издевался вообще над буржуазным парламентаризмом. В частности, я не должен сказать, что он создал в 1900-х годах политическую партию умеренного прогресса в рамках закона, где он предлагал насильно вводить алкоголизм, каннибализм и инквизицию. Но всегда, всегда, всегда предлагал, всегда предлагал, что этот умеренный прогресс должен быть только в рамках закона. Это действительно был троллинг высшего уровня. Причем многие действительно принимали его за чистую монету. Но, к сожалению, для Гашека все закончилось тем, что его все-таки послали на фронт. Хотя, надо сказать, что он какое-то время пытался тоже лежать в лечебнице. И там он также, как бравый солдат Швейк, использовал игру в идиота-патриота. Потому что, когда пришел к нему врач и говорил, вы там поправились, он говорит, да, я хочу на фронт. И врач сказал, нет, вы что-то нездоровые, полежите еще немножко. И так он полежал до 1915 года. Ну, это один из моих самых любимых моментов в книге. Когда Швейк оборачивается в простыню, в холодную там простыню. Его оборачивают. Его оборачивают, да. И врач спрашивает, ну что, симулянт, как ты? Он говорит, отлично, очень хорошо, мне очень сильно помогают эти оборачивания. А когда клестиры ставили, ставь клестир, даже если бы твой отец лежал, ты должен был ему поставить тоже клизму. На этих клизмах держится австро-венгерская монархия. И все это на полной серьезности. Конечно, тоже писал самого себя. Но опять-таки, опять-таки, все равно он попадает на фронт. И надо сказать, что помнишь персонажи произведения «Браво, солдат Швейк»? Поручик, Лукач, капитан Сагнер, Писарь, Ванник – это все были реальные персонажи. То есть, прототипы, даже такие же имели фамилии. Как раз на фронте Гашек собирается сдаваться в плен. Он идет на нейтральную полосу и встречает пять русских солдат, которые идут на него со штыками наперевес. Гашек штыков вонзает в землю и поднимает руки вверх. Русские вонзают штыки в землю и тоже поднимают руки вверх. Завязался серьезный спор на нейтральной полосе, кто кому сдается в плен. И Гашек вынужден был подчиниться русским и, взяв руки в винтовку, отконвоировать их к себе в тыл. То есть, численный перевес сыграл определенную роль. Русские чудо-богатыри заставили этого Чеха взять себя в плен. Вот что русские богатыри умеют делать. И за этот подвиг ему была вращена боевая медаль, но он, как всегда, издевался над ней. Он сказал, да, это медаль за то, что я в шеи с помощью керосина своего капитана вывел. Господи, ерунда какая-то. Но в конечном счете вместе с своим товарищем Страшлипной он попадает в плен. И удается ему сдаться. Он воевать-то, конечно, не хотел. Даже вот еще один эпизод. Он хотел вообще целое подразделение. Чехословацкое в основном по своему составу перевести на сторону русских. И когда ему уже повысили, по-моему, до Ефрейтора, он с ними тренировался идти в атаку, офицеры не могли понять, что это такое. Он заставляет их, приближаясь к русским окопам в развернутой цепи, винтовки на плечо вешать, а самим поднимать руки вверх. И австрийские офицеры как-то насторожились, что это такое. Агашек им объяснил. Так вы не понимаете, мы как будто бы сдаемся, а на самом деле, когда мы подойдем к русским, мы их всех на штыки поднимем. Они не ожидают. На самом деле, закончилось тем, что он все-таки сдался в плен и оказался в концлагере для военнопленных под Дарницей, это район под Киевом, где активно вступил в чешское сообщество вот этих чехов-словаков, из которых русское, вначале царское, потом последствия временное правительство попыталось создать чешские батальоны, которые бы воевали с австрийцами. Потому что, понятно, у чехов была своя цель. У чехов была цель добиться независимости. Ну и русский царь, его генералы, потом временное правительство этим пыталось воспользоваться. Начали создаваться вот эти самые национальные батальоны. Гашека в это время пересылают в лагерь Тоцкий под Самарой, где он чуть не умер от ТИФ. Он полгода лежал в ТИФе, чуть не умер. И впоследствии, когда он уже обратно возвращается в Дарницу, уже временное правительство активно вступило в свои права. И начинается полным ходом создание вот этих самых чехословацких батальонов. Создается своя газета для них на чешском языке. Газета «Чехослован». И Гашек, естественно, ему сам Бог велел в ней работать. Гашек становится одним из главных редакторов этой газеты. Он выпускает статьи. Но он видит, что из себя представляют лидеры вот этого чешского, скажем так, сопротивления, которые воюют за независимость, собираются, точнее, воевать за независимость своей страны. Он видит, что они на самом деле занимаются только тем, что постоянно говорят, 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 а на фронт что-то идти не хотят. И он выпускает статью, которая называется «Клуб чешских пиквиков». Ну, это по аналогии с Диккенсовским клубом пиквиков. Люди, которые только постоянно говорят. И за это он попадает на Гаупвахту. То есть, его за оскорбление начальства в печати отправляют на Гаупвахту, где он написал небольшую повесть, которая называлась «Бравый солдат Швейк в плену». Это тот самый, ну, не приквел, это, скажем так, набросок, наверное, к тому гениальному произведению, которое Гашек, впоследствии уже вернувшись из Чехословакии, писал, писал, но так и не дописал. То есть, такой набросок. Когда он выходит из Гаупвахты, он участвует, между прочим, в боях. То есть, он-то от фронта не бегает. Он участвует в знаменитом наступлении июльском, которое организовало временное претиск. Мы про это много раз говорили, оно было неудачным. Но, тем не менее, чехословакские части на нём отличились. В боях с австрийцами, кстати. И Гашек даже получает Георгиевский крест четвёртой степени, между прочим. А ты можешь что-нибудь сказать, как он именно к этой медали относился? Если мы вспоминаем, что над той он смеялся, над предыдущей, полученной в Австро-Венгрии, а над этой? Над этой он не смеялся, он относился достаточно серьёзно, потому что всё-таки это была медаль, в том числе, как он считал тогда, за освобождение своей родины, пусть и в составе русских воинских частей. Но, несмотря на то, что он участвует на фронте, как настоящий боевой солдат, тем не менее, он занимает очень настороженную позицию уже по отношению к своим чешским командирам, он видит, что они болтают, но, тем не менее, он не может найти им никакой альтернативы. Ну, а кто ещё? А в это время, это примерно август, сентябрь, мы знаем, что происходит в России, в том числе на территории Украины, происходит усиление большевиков. И Гашек не может не видеть его, хотя, хотя, надо сказать, что он, так как он был включён всё-таки вот в это чешское сообщество, он вообще плохо разбирался в русских делах, ну, просто не до этого было. Ну, он знал, вот и был царь, вот теперь временное правительство, вот теперь большевики, и вначале он к ним относится очень и очень плохо. Он даже пишет в газете, как раз Чехослован, выходит его фильетон, посвящённый как раз тому, как австрийский солдат возвращается к себе на родину, и как пьяный, расхристанный большевик его пропускает. Но это он как раз плохо относился к разложению русского фронта. Ему там тоже говорили, что это из-за большевиков всё происходит, и не само по себе, естественно. Ну, то есть он вначале к большевикам относился очень плохо. Ну, мы помним прекрасно, что большевики всегда во всём виноваты были. И развал армии, и вот как мы с тобой не так давно разбирали фильм «Кингсман», внезапно Владимир Ильич Ленин, «Царя сверг» и так далее и тому подобное. То есть сказок про большевиков рассказано было очень много, и пропаганда тогда, кстати, надо отметить, работала так же неплохо, как работает и сейчас. Да, особенно в сообществе именно чехов и словаков, у которых, извините, один рупор был. То есть был офицер, который общался с русским каким-нибудь офицером, и тот ему говорил, большевики – это плохо. Но происходит революция, и перед чехословацким корпусом, который уже оформился, он уже имел боевое крещение, стал вопрос, что делать дальше. И в это же время начинается, точнее не начинается, доходит до своей финальной стадии развал русского фронта. Немцы идут на Киев, фронт голый. И тогда принято было решение, что чехословаки будут двигаться через Владивосток, через всю Россию, грузиться на пароходы американские и отправляться в Европу. Ну, мы знаем, это как раз и привело впоследствии к восстанию чехословацкого корпуса, который был роковым для молодой советской России, потому что они были на станциях, находились их эшелоны по всей России, по этой Транссибирской магистрали, и когда они восстали, мы потом еще поговорим отдельно, хотя у нас был с тобой, по-моему, ролик не с нами, а с нашими товарищами с Урала, посвященный французскому следу в истории гражданской войны. Очень много интересного, я думаю, мы еще и поговорим. В общем, когда этот чехословатский корпус восстал, по сути, от Советской России отвалилась вся Сибирь, если можно так выразиться. Так вот, среди чехов и словаков возник спор, а что делать дальше? Официальное руководство, с которым Гашек был в контрах, решило, надо ехать через Владивосток. А Гашек говорит, подождите, мы должны бороться с немцами и австрийцами, они наступают на Киев, мы должны драться здесь, с ними, сейчас, ни на кого не обращать внимания. После этого он просто стал поносить официальное руководство, и на него было совершено прямо нападение, причем даже не просто нападение, был даже целый бой за вот эту небольшую редакцию газеты «Прукопник», газета «Пионер». И на конкретно Гашека напал такой интересный персонаж отряд Радала Гайда, который впоследствии сыграет видную роль в чехословацком мятеже, который станет лютым антикоммунистом, который затем в Чехословакии уже независимый будет делать карьеру и чуть ли не займет пост президента этой страны, который такой вот как раз-таки я ненавижу коммунистов, которые хотят уничтожить чешскую независимость, они идут против Чехии. И чем он закончил? Этакий чешский прототип фюрера. Кстати, действительно так, потому что закончил этот борец за чистоту чешского народа тем, что когда немцы, ты знаешь, оккупировали Чехословакию в 1938 году, он, несмотря на то, что осудил английское правительство, которое кинуло Чехословакию, это действительно так и было, пошел служить в коллаборационистское правительство. Внезапно. Потом уже был осужден советским Чехословакским судом после победы 1945 года. Внезапно. Вот этот вот предатель Гашек, который хочет с австрийцами и немцами драться под Киевом, этот белый рыцарь Гайда, который потом идет служить тем, кто вообще-то его страну завоевал, чтобы вообще-то вычтить все славянское, что там есть. На секундочку. Ну, в принципе, ничего нового. Гашек еще не большевик. Нет, он к ним относится очень осторожно. Хотя он общается, начинает с русским народом, он прекрасно понимает, почему русский народ не хочет воевать, почему русский народ устал от войны. Он прекрасно понимает русских крестьян, но все-таки как-то вот большевики это немножечко не его, думает Гашек, потому что они как-то действительно уж очень дисциплинированные. А Гашек, хотя он проявил себя как боевой солдат и офицер, все-таки очень самостоятельный. И произошло одно событие, оно очень интересное, почему Гашек стал действительно пламенным коммунистом. Он приезжает в Москву и сходится там с чехословацкой, ну, скажем так, диаспорой. Посещает один кабачок, который содержит чех, который посещает Чехи, но не только. И он там общается со многими чехами, которые уже стали коммунистами, которые хорошо относятся к советской власти. Но что-то как-то вот он еще пока не понял, по пути ему с советской властью не по пути. А в это время в этот кабачок ходит такой человек профессорского вида. Он постоянно садится на одно и то же место, заказывает себе, по-моему, пиво. И какие-то делает пометки, ну, очевидно, пишет какой-нибудь исторический или философский труд. И Гашек постоянно над ним подтрунивает, постоянно над ним издевается. А господин профессор пришел, что вы сегодня интересного напишете? И однажды этот профессор не приходит. А, профессор вступает с ним, между прочим, в диалог. Он отвечает на любые вопросы Гашека про социализм, про какие-то новости. То есть, он действительно с ним общается. Несмотря на то, что Гашек его напрямую троллит, как бы мы сейчас сказали. И однажды этот профессор не приходит, и Гашек спрашивает, а где этот профессор у трактирщика? Он говорит, какой профессор? Это Яков Свердлов. Гашек несколько часов думает, потом он идет к Якову Свердлову на прием, и после этого получает направление прямо в Самару. В сводный отряд из чехов, словаков, сербов, хорватов, китайцев, которые сражаются за советскую власть. Вот такая вот история, вот такая вот агитация и пропаганда. С этого времени Гашек становится коммунистом, социалистом и бойцом за советскую власть. Ну, вообще, на самом деле, конечно, вот сама-то по себе история странная, но вот если так вот подумать с точки зрения логики, что же его все-таки сподвигло? А ты знаешь, ничего сверхординатного-то не произошло. Гашек, который жил в условиях общества, где вот все степени угнетения были, где человек богатый, знатный, он никогда не то что не посмотрит на бедного, он просто его не заметит, ну как мы не замечаем какой-то мух, который мимо пролетает. А тут совершенно другое общество. На самом деле, третий человек в правительстве после Ленина, можно так сказать. Ну, по крайней мере, который входит в элиту элит, да, сидит в простой пивной, говорит с первым встречным, отвечает на его вопрос. Потому что это первая встречная, между прочим, рабочий, крестьянин, трудящийся солдат. Он увидел, что это совершенно другое общество. Он даже, наверное, до этого и помыслить не мог, что такое общество возможно. Он, наверное, в этот момент, он к этому долго шел. Он уже созрел. Это просто был последний этап его, да, последний, так скажем, толчок. Он уже созрел до того, что он понял значение социалистической революции. В первую очередь, как международного проекта. Потому что это не только в России, а во всем мире так должно быть, в том числе в его родной Чехословакии. Чтобы власть была для народа, из народа, из его представителей. Это очень важный момент. Причем он не просто признает ее, да, хорошая власть. Он вообще-то едет в Самару. Он едет воевать. В том числе, кстати, со своими соотечественниками, которые уже начинают поднимать тогда мятеж. И, кстати, видишь, отряд-то был какой сводный. Тут тебе и венгры, и австрийцы, кстати, казалось бы, враги. А нет. Вместе. Кстати, по поводу австрийцев и немцев был очень смешной эпизод, когда те австрийцы и немцы из военнопленных, которые воевать стали за советскую власть, после Брестского мира же начались вот эти процессы передачи военнопленных туда-обратно. И приехали представители Германии, Австрии и спросили, так возвращайтесь домой. Все. Подождите. Вы нас зачем отправили в Россию в 2014 году? Вы отправили нас, чтобы мы воевали с царскими генералами, царскими помещиками. А мы что делаем? Вот мы с ними и воюем. Какие проблемы? И, кстати говоря, именно поэтому, например, был эпизод как раз во время наступления Чапаева, когда представители французской миссии, по-моему, это 18-й год, с криком «О, Господи, нас атакуют немцы, что они тут делают?» А тут действительно немецкие Уланы их атаковали, но немецкие Уланы на службе Красной Армии. Да, вот так они и встретились. То есть, они еще и французских империалистов били, но их же кайзер отправил бить французских империалистов, вот они их и бьют в районе Урала. Какие проблемы? В общем, отряд был действительно сводным. Кстати, говорят, вот китайцы были, ну, по крайней мере, венгерский язык Гашек знал, чешский, словацкий тоже понятно, австрийский, немецкий знал, а китайский ему пришлось как-то тоже учить. И, кстати говоря, выучил он его прекрасно, об этом чуть попозже поговорим. Этот отряд участвовал в боях с немцами на Украине, между прочим. Вот пока Чехословакии уезжали, вот эти вот белые Чехословакии уезжали подальше от фронта, эти дрались и сдерживали наступление немцев, между прочим, на Киев. 14 апреля в Самарской газете «Солдат, рабочий и крестьянин» он пишет, между прочим, воззвание к тем самым Чехословакам, где пишет следующее, «Все, кто едет во Францию, должны явиться в советы рабочих и солдат и входить в военную революционную службу». То есть, вот как раз-таки они должны пойти к советам, потому что советы воюют с немцами, советы воюют с австрийцами, и не ехать куда-то там, еще когда ты доберешься до фронта, причем какого фронта, какого-то там французского, нет, ты должен воевать здесь сейчас. И он как раз указывает, что именно партия большевиков является той силой, которая противостоит немцам. Это вот как раз к вопросу о том, что большевики продались немцам, Брестский мир и так далее. Гашек все прекрасно понимал. Также он пишет воззвание против чехословацкого мятежа и как раз-таки выступает впервые, хотя он не был членом никакой партии, он говорит, надо всем выступать за исполнительный комитет чехословацкой секции российской коммунистической партии. О как! Чехословацкой секции российской коммунистической партии. Вот это как раз и есть международный проект российской революции, потому что создаются уже секции, а они потом, естественно, превращают уже в чехословацкую, например, коммунистическую партию, в австрийскую коммунистическую партию и так далее. Но мы знаем, во время боев Самара пала временно, Гашек был вынужден бежать, долгое время он скрывался у татар, кстати, тоже выучил частично татарский язык, потом в некоторых новеллах это обыгрывает, но его поймали. И была очень смешная история с тем, что его арестовал отряд, небольшой, там, по-моему, три человека, во главе с таким молодым чешским поручиком, который был очень пьяный, и которому стало очень плохо, и он пошел в такой обычный деревенский сортир делать свои дела. И Гашек заволновался, а он под конвоем был, что-то долго он не выходит. В общем, оказалось, что, кстати, он открыл этот сортир вовремя, потому что чешский поручик упал туда, туда, прям, вглубь, и уже все шло к тому, что он там мог захлебнуться. И Гашек героически спас, причем, когда он спас, вытащил этого поручика немножечко испачканного, множечко, наверное, то он сказал, может быть, мне за это медали, амнистия, ну, как-то расстреливать, я же вас спас. Поручик там что-то начал невнятное говорить, все равно расстреляем. Гашек толкнул его обратно вниз, солдаты начали вытаскивать, Гашек под шумок скрылся. Вот такая вот история. Молодец. Да, то есть, а, кстати, между прочим, что самое смешное, когда Гашек временно скрывался у татар и у чуваши, они попросили его стать редактором газеты на чувашеском языке Чухосин Сасси, голос бедных в переводе. И он им очень сильно помог, потому что это был такой, как бы сейчас сказали, самый сдат. Но это он так по пути к красным наладил производство чувашеской революционной газеты. Не сидеть же просто так. Участвовал он в битве за Казань, а 16 октября 1918 года Гашека делают, это один из самых известных его эпизодов в жизни, комендантом города Бугульма. Он там, на самом деле, был практически один, отряд у него был маленький, вначале вообще никого не было, он один был. Ему поставили, например, задачу, нужно вымыть казармы для прихода Красной Армии, чтобы их разместить. А у него вообще людей не было. И вот что он придумал. Он пришел в местный монастырь с Наганом и сказал монахам, пошли за мной, будем мыть казармы. Причем монахи, когда шли по городу, это была целая процессия. Впереди Гашек с Наганом, сзади идут эти несчастные монахи, что-то там молятся. Собралась толпа зевак. Когда Гашек обернулся, увидел, что зевак достаточно, он сказал, вы и вы, зеваки, будете мыть казармы. И казармы были вымыты. То есть, первую боевую задачу он выполнил. Кстати говоря, он занимался еще общением с русским населением. Он выучил действительно русский язык. В частности, он добился, что одной старушке, как матери убитого красноармейца, выделили паёк, хотя ее никто слушать не хотел. Он сказал, что она не врет. Я поговорил с ней. Ей дали определенный паёк. Но, опять же, ему было скучно просто заниматься комендантскими делами. Он начал выпуск газеты «Наш путь». В Бугульме он же познакомился со своей будущей женой Александрой Львовой. Кстати, ну, как женой формально, она не могла стать его женой, потому что у Гашика в Чехии оставалась жена чешская и молодой сын. Но это была как боевая подруга. В общем, у них был роман, и, по сути, они стали мужем и женой. Потом, когда уже начинается серьезное наступление против Колчака, Гашика уже мобилизует как знатока издательского дела. В Иркутске он выпускает сразу несколько газет. Газету «Штурм» на немецком, газета «Рогам» на венгерском, бюллетень политработника на русском. Причем он писал так, что никто не думал, что это Чех. Все думали, что это какой-то русский политработник пишет. Газета «Ур» на секунду – первая в мире газета на бурятском языке. Её издал Гашик. То есть, например, бурята должны быть благодарны Гашику, как человеку, который издал первую газету на бурятском языке «Ур», что переводится как «Рассвет». Но это еще не все. Помнишь, мы говорили, у нас был Андрей Дмитриев, разговаривали по поводу Монголии, по поводу Унгерна. Если помнишь, там говорили эпизод про то, как, пользуясь тем, что в России гражданская война, китайцы временно захватили Ургу и временно захватили, ну, по сути, Монголию захватили. Так вот, недаром Гашик общался с китайскими товарищами по линии Коминтерна, его, ну, это со слов Гашика, но, знаешь, я что-то вот склонен ему все-таки верить. Редко, когда Гашик врет. Он может приукрасить, хорошо, это в тему, не приукрасишь, ну, история, может быть, пресная будет, но все-таки в основном он не врет. Его отправили вести переговоры с китайским генералом. И, судя по всему, он их блестяще выполнил. Китайский генерал ушел из Урги. То есть, это тот самый момент, когда он выучил китайский язык? Причем выучил его настолько хорошо, что мог вести переговоры на высшем, между прочим, дипломатическом уровне. Кстати говоря, был еще один такой тоже немецкий воин-интернационалист, потом, может быть, про него поговорим, который тоже убежал от Колчака, убежал в сторону Маньчжурии и возглавил китайский партизанский отряд, который закончил войну в Приморье, между прочим. Причем в основном общался с ними жестами. Но сумел действительно из них подготовить серьезное боевое подразделение. А потом этот дедушка, ну, не дедушка, он еще был молодой, наладил производство первых серийных тракторов. А потом этот уже дедушка был отправлен в ГДР. Там тоже очень много приключений. Он, например, ловил шпионов-диверсантов, которые с ФРГ Западного Берлина засылали. Когда он умер, на его похоронах в ГДР играли то самое по долинам и по взгориям. Причем играли не просто так, потому что он принимал участие в этих походах по долинам и по взгориям на Приморье. Так что Гашек был далеко не уникальным. Но, тем не менее, он поучаствовал в гражданской войне в России. Он увидел победу Красной Армии. Ну, и ты знаешь, эйфория начала 20-го года, что революция будет и в Европе. Красная Армия наступает на Польшу. Возникают молодые советские республики в Венгрии. И даже в Чехословакии начинается серьезная политическая жизнь, в том числе левая. Ну, в частности, в городе Кладно рабочие на короткий период провозглашают Советскую Республику. Одну из многих, кстати, советских республик, которые возникали тогда по всей Европе. Может быть, мы как-нибудь про это отдельно поговорим. Вот эти самые Советские Республики, та самая уже гражданская война в Европе, которая началась после 1918 года. То, что даже в Лимерике, в Ирландии была своя Советская Республика. Ну, так вот. Он возвращается, надеясь, что включится в жизнь как коммунист. Но, к сожалению, к сожалению, все-таки в Чехословакии победила реакция. Но она победила еще и по тем причинам, что в Венгрии была кроваво подавлена революция. Что Красная Армия не смогла взять Варшаву. Про Советскую Польскую войну мы тоже много будем говорить. Я вообще считаю, что это одно из роковых событий в истории XX века, что Польша не была освобождена, Польша не стала красной. Хотя к этому все шло. Но, тем не менее, Чехия оказалась достаточно консервативной антикоммунистической страной. Кстати говоря, как Гашек сам писал, когда он вернулся, он про себя столько узнал. Я позволю себе процитировать. «Вернувшись на родину, я узнал, что был трижды повешен, дважды расстрелян, один раз четвертован дикими повстанцами-киргизами озера Кас-Исых. И, наконец, меня закололи в дикой драке с пьяными матросами в Одессе». То есть, сколько раз его убивали, убивали, а он все-таки вернулся. И для многих это было действительно неприятно, что Гашек вернулся, потому что он был очень неудобен. Ну, как? Чехословаки, они вообще в истории России оставили какой след? Белые вот эти вот чехословацкие, каратели действительно, из-за которых, на самом деле, может быть, действительно гражданская война перешла в свою роковую фазу. Потому что мы знаем, 1918 год, мятеж на Дону-Каледина быстро был подавлен. Дутова сравнительно тоже быстро. Но именно восстание чехословаков позволило как раз-таки провести и интервенцию, позволило поднять голову Колчаку. Ну, в общем, советской власти пришлось очень туго. И чехословаки, белые, сыграли в этом одну из решающих ролей. Об этом не надо забывать. А тут красный чех, который прошел гражданскую войну, который является коммунистом. Естественно, на него была травля. Естественно, к нему подсылали журналистов, которые пытались его троллить. Но с кем они связались? Господи, дети. Пришла к нему дамочка и говорит, а правда, что вы ели мясо китайских рабочих? Гашик говорит, правда, жестковато. Ну, то есть, не получилось. Кто они по сравнению с Гашиком? Никто. Ну, конечно, ему было сложно. Естественно, ему было тяжело найти работу. Самое главное, что он переживал серьезное потрясение от того, что, к сожалению, революция в Чехословакии не победила. А он очень рассчитывал на нее. И как раз вот в эти годы он начинает свое бессмертное произведение «Похождение бравого солдата Швейка», где описал все, что на самом деле происходило с ним до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны. И ты знаешь, там же должно было быть продолжение. Там же, вот казалось бы, это произведение о Первой мировой войне, а там Первой мировой-то нет. Да, нет ее практически. То есть, по идее, он должен был рассказать уже о последствиях, о том, что происходило после. Там же заканчивается тем, что Швейк после той истории, когда он переоделся в форму русского, и как он там говорит татарам, «Господи, что у вас за фамилии?» Алиберды. Вот у нас Вабейда и там какую-то совсем нетрудно произносимую чешскую фамилию произносят. Потом он попадает обратно в свою часть, и она как бы едет на фронт. Она уже, по-моему, двигается в Галиц, если ничего не путаю. Но фронта нет, и там же предполагалось, что Швейк окажется в плену. И, скорее всего, Швейк потом вступит в Красную Армию. Между прочим, там это все и предполагалось, потому что были прототипы. Но Гашек не закончил это произведение по причине того, что его здоровье было сильно подорвано. Он был действительно всегда жизнерадостный человек, но все-таки, извини меня, ранение. Дважды он переносил ТИФ. То есть, это здоровье его действительно было очень подорвано. Уже он несколько не осознает себя. В частности, он, например, не сказал ничего своей жене, просто в домашней одежде едет из дома в лигнице, просто сказали, что там хороший воздух, он там просто остается до конца своих дней, живет просто в домашней одежде, потом пишет письмо «приезжай». Человек пропадает. А я вот поехал в лигнице, тут хороший воздух. Ну, понятно, такое странное поведение немножко, эксцентричное во многом. 3 января 1923 года, уже понимая, что он умирает, Гашек пишет завещание как раз-таки, и он пишет в нем, что Швейк тяжко умирает. Это, кстати, Швейк тяжко умирает. То есть, он себя ассоциировал со Швейком. То есть, он про себя писал. То есть, бравый солдат и Гашек на самом деле. Кстати, вот что еще подточило его здоровье, то, что жена его, чешка, она, естественно, не приняла его, можно сказать, измену. Он же приехал с русской женой. Сын у него был, которому все говорили, что папа – это героический белый чешский легионер, и долго не хотели сына показывать отцу и так далее. Но все это, конечно, действительно, его здоровье подорвало, и он умирает, так и не докончив свое гениальное произведение. Кстати говоря, вот, казалось бы, его все ненавидели даже по политическим причинам. Жена его ненавидела не только потому, что он ее бросил, она была вообще такой чешской националисткой, очень жесткой. Но даже его жена Ермила Майерова сказала следующее, что Гашек был гений, сердце у него было горячее, душа чистая, и если он что-то растоптал, то по неведению. То есть даже вот жена, даже она ненавидела его действительно по политическим мотивам, по личным, даже она говорила, что Гашек гений. Все говорили это, все его враги говорили. Потому что, ну, я сказал, чешский писатель, кого мы знаем? Вот все, кто был вместе с ним, вот эти все чешские патриоты, все эти националисты, они все играли в литераторов. Они все такие были серьезные, мы великие поэты писать. Кто о них помнит? Что от них осталось? Хорошо еще, что о них Гашек материл. И все говорили, о, это тот самый человек, которого Гашек материл. Да, интересный персонаж. Так бы кто их вспомнил. А Гашек помнит, Гашек остался. Вот его похождения свои, которые он переложил на литературу, и огромное количество фрилитонов, огромное количество рассказов. Это все осталось в истории. И мы говорим, Чехия, литературная Чехия у нас сразу в голове, Ярослав Гашек. Я недаром как раз сказал, что Чехия современные, лютые антикоммунисты. Ну, бравый солдат Швейк все равно. Ну, все равно приезжаешь там везде, бравый солдат Швейк, какие-то пивные, какие-то марки пива, багнитики, все вокруг этого крутится. Вот Чехия известна благодаря своему писателю. Но, может быть, перед смертью он одумался, может быть, перед смертью он понял, что, может быть, все это зря было. Чех поехал в какую-то Бугульму, Иркутск. Вот что сказал Гашек незадолго перед своей смертью. Будь у меня взята не одна жизнь, а десять, то я бы пожертвовал ими все для торжества пролетарской революции. Вот это его слова перед смертью, там, по-моему, за два дня до смерти. А, вот, по поводу того, что характер не меняется. Помнишь, я говорил? Я же рассказал вначале, кто такой Гашек был до Первой мировой войны. Хулиган. Хулиган, талантливый хулиган, блестящий хулиган. Не вот хулиган, как, извиняюсь, какое-нибудь быдло, которое просто вот вредит всем, которое делает это все-таки, да, вредит, вредит, но с изяществом определенным, с определенным каким-то событием. Вот, и действительно такой во многом придурковатый, внешне придурковатый, такой любитель выпить пиво, любитель ударять за женщинами и так далее. А вот как его описывают товарищи, которые знали его по партийной работе? Они говорили, что такого серьезного, думчивого, идейного товарища им даже среди русских большевиков было трудно найти. То есть, казалось бы, вот человек, да, а так у него осталось все это, но он просто понял, что есть другая жизнь, есть другой совершенно проект. Есть не только борьба за независимость Чехии, это тоже важно, есть борьба за мировую пролетарскую революцию, в которой есть в том числе независимая Красная Чехия. И вот в борьбе за эту мировую революцию пролетарскую, в борьбе за Красную Чехию, Красную Чехословакию на тот момент. Гашек посвятил всю свою жизнь. На самом деле, браво солдат Швеку, давай закончим мы, наверное, тем, что это за произведение такое. Первая мировая война, она же действительно заставила миллионы, сотни миллионов людей пересмотреть свои взгляды на жизнь. Многие вообще считают, что 19 век закончился именно в 1914 году, потому что вот был 19 век, прогресс, наука, все будет хорошо. Кстати, у соотечественника по австро-венгерской империи Гашека Стефана Сцвейга есть замечательный мемуар, он описывает жизнь до 1914 года. Люди не верили в войну вообще. Ну, какая война? Все прекрасно. У нас есть замечательная венская музыка, а вот есть чешское пиво, а вот есть русская культура, а есть французская замечательная культура. Все прекрасно будет. Глеб, а я с тобой немножко не соглашусь. Давай-ка вспомним 1905 год, который прокатился не только по России, ведь. Ну, 1905 год в Европе, в Европе все-таки воспринимали как некий такой экзотический эксцесс в основном. Считалось, что мировая война невозможна. Ну, что друг дружку убивать? Зачем? И вот Первая мировая война, которая поломала судьбы сотен миллионов людей, в которой погибли миллионы людей. По-разному же разные писатели к ней относились. Ну, самый известный, конечно, такой, который в первую очередь приходит на ум, это Эрих Морей Ремарк. Кстати, я вот считаю не совсем справедливо, что он. Потому что он написал после войны, по-моему, 1929 год, или... это произведение на Западном фронте без перемен. То есть, спустя 10 лет после того, как война закончилась. Да, он был свидетелем этой войны. Во время войны выходит не менее сильное произведение. Если вы его почитаете, это, по сути, ремарк, ремарк, то есть, там все ужасы войны, ее бессмысленность. Но только она написана в годы Первой мировой войны. Это роман «Огонь», который написал замечательный французский писатель Андрей Барбюс. Слышал про такого? Нет. Это очень обидно, потому что это ремарк, по сути, который работал во время войны. А почему он забыт? Потому что он стал коммунистом и очень высоко до самой своей смерти оценивал Ленина и Сталина. Поэтому его надо наказать молчанием. Но вот, я когда говорю про Барбюс и ремарка, это описание войны жестокой, бессмысленной. И когда ты читаешь эти произведения, такое ощущение «Мрак, ужас и безысходность». Гашек, он посмотрел на Первую мировую войну с другой стороны, но ничуть не менее остро и ничуть не менее убийственно для милитаристов, для империалистов и так далее. Он посмотрел на нее через призму смеха. Потому что, помимо того, что, да, война бессмысленна, ужасна, господи, посмотрите, какие маразматики, какие идиоты гонят людей на бойню. Это же просто даже смешно. Вот это австрийская монархия, эти полицейские, эти идиоты-начальники, которых водят за нос, между прочим, какой-то швейк. Но он вообще, на самом деле, если так разобраться, швейк – это человек без определенного места занятий, авантюрист, уголовный тип, уголовная морда, прямо скажем. Водят за нос эту великую австрийскую монархию. И, кстати говоря, вот этот вот идиотизм, когда, помнишь, Палевца этого, трактирщика забирают, которые все говорят, а цена этому всему дерьма. Он был очень грамотный трактирщик, он услышал, что так как раз старая гвардия на Ватерлоу отзывалась на момент сдачи. Дерьмо, гвардия умирает и не сдается, поэтому он постоянно это говорил. И когда его, помнишь, забирают. За что? За государя императора, за то, что его мухи загадили. И трактирщик так мрачный. Я этим мухам этого не спущу. И вот это вот отношение вообще к тому, что какие-то политические высказывания страшнее убийства. Когда, помнишь, Швейг сидит в тюрьме, там кто-то говорит, я сижу за то, что там сказал по поводу того, что Сараева кого-то убили, а я сижу за это. Швейг говорит, а я вот сижу, наверное, за то, что я убил государя императора. Наверное. Я так думаю. И один сторонится. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Я всего-навсего за ограбление с убийством сижу. Нет, нет, нет. Нет, не хочу мораться об вас. То есть, он показал вообще идиотизм этой муштры. Вот та самая знаменитая прусско-австрийская муштра. Как она вообще не работает. Это действительно замечательное произведение, которое смехом бьет по милитаризму, по империализму. И его будут читать. Причем читают, вот я говорю, люди самых разных взглядов от него тащатся. Тут и коммунисты, антикоммунисты, русские националисты, какой-нибудь интернационалисты. Все от него смеются. Это действительно гениально написанное произведение. Гениально. Если вы не читали, всем обязательно прочитать, перечитать и так далее. Да, у каждого уже свое прочтение этого произведения. И каждый действительно, если так разобраться, честно, видит себя в том или ином герое этого произведения. Наверняка, наверняка. Да, там карикатурные типы. Ну вот, все всегда говорили, что я похож на кадета Биглера, потому что я всегда интересовался военным делом. Кто-то очень похож на фельдкурата Катца. С одной стороны, вроде как такой набожный, с другой стороны, ну, пьяница, любитель девочек и так далее. То есть, у каждого там найдется свой прототип из современности, между прочим. Вот такая великая книга. И надо не забывать, что Гашек написал это произведение, совместив с собой двух Гашеков. Гашек, который был до 1918 года, до того момента, как он стал коммунистом. Это действительно хулиган. И во многом тот самый трикстер, который творит добро всему желая зла. А с другой стороны, это действительно коммунист. И писал он это произведение не просто так, чтобы посмеяться. Там была серьезная политическая подкладка. И, к сожалению, произведение не закончено, потому что, если бы бравый солдат Швейг оказался бы в русском плену, к этому все шло, а начинал-то как раз Гашек с вот этого наброска бравый солдат Швейг в русском плену, между прочим. Я думаю, закончилось бы тем, что бравый солдат Швейг стал бы бравым солдатом революции. Что-то мне кажется, что он бы тоже изменился. И мы бы увидели, что это не такой придурковатый. В австрийской империи он вот такой придурковатый. А на деле-то он очень умный, честный и на самом деле даже благородный человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok